Ну чё, возвращаюсь с работы, запишу, сейчас вспомню, чё там было, а то всё как-то уже слилось в одно. Но заколебался я сегодня эти бычки и мусореньки поднимать из лучших, вытаскивать. Там много-много-много, и в углах, с краю, где трава растёт, всякие сорняки и всякая мох, сухая трава. Там, оттуда выгребать мусор, потому что растаяло, оттуда выгребать сложно, с силой выгребаешь, выгребаешь, выгребаешь. Но вначале я там подбирал очень много бычков, всего, постоянно, постоянно, в основном вот это было. Долго очень на это уходит время, потом кучу мусора там руками просто собирал или метлой подметал и собирал кучу руками, погружал, отвозил. И подбирал, подбирал там кучу, просто нагибаешься, подбираешь, в пакет собираешь или в коробку, бесконечно. Я думал над комментарием того чела, что у вас что ли бычки не выбрасывают в урны. Просто дело в том, что у нас урны такие... Я вот понял после его комментария, почему урны в России или в СНГ неправильно сделаны, то есть они открытые. Потому что ветер подует, и оттуда все это вылетает. Если бы даже бросали в урны, то все равно ветром выдувает. А в цивилизованном мире так называемом, который скоро рухнет, где мне никогда не быть, к сожалению, ну так Бог решил. Спасибо тебе, Господь, за это, кстати, тоже. Спасибо. Ну, там вообще закрываются все мусорные баки. Как раз, как я понял для того, что... Я раньше не понимал для чего, а теперь я понял, что это для того, чтобы ветром не выносил я этот мусор и не воняло из бака. Ну, и так же тут курят и просто бросают на пол дофига. Все подряд. В основном девушки, женщины. Мать, будущее матери или матери. Такая вот фигня. Ну, еще есть хороший, так скажем, мужик там, который всегда приветствует меня, когда приезжает. Угощает чем-нибудь. Постоянно так по-доброму относится. А есть наоборот такой токсичный, стрёмный. Въебывается постоянно. Я ему сказал, типа, ты не бойся. Ну, типа, огрызнулся. Он сказал, я не боюсь. Все время, все время что-нибудь. Ну, такой токсичный тип, короче. Такие везде есть. В любом коллективе, в России, в СНГ. Чего уж тут поделать. А охранник этот сегодня мне ничего, вообще ни слова не сказал. В принципе. Наверное, он понял, что я уже долбоеб. Что уже ничего я не скажу. А мой сменщик на... В отпуске. Но при этом он находится здесь. И базарит с этими охранниками. То есть, представляешь, какая у него жизнь интересная. Что он в отпуске, но при этом приходит на работу. Живет на работе, он еще говорил вначале. Да уж. Может мне работать побольше без выходных. Типа, потому что сейчас снег вроде не валит и дождь. Заработаю побольше чуть-чуть денег. Потратил деньги на эту одежду, на всякую фигню. Я не знаю, на что потратить деньги нормально. Ни на что не потратишь. Только на всякую фигню. Платят там копейки в провинции. Да и вообще в России. На данный момент. Ну и дальше будет еще хуже. Что-то я уже не о том говорю. Короче, бесконечно, бесконечно подбирал этот мусор. И я херевал. Бесконечно, 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 бесконечно. Смотришь, а там еще мусор. Вроде его не было, а он опять там появился. Там даже в забор пихают мусор. Берешь его из забора и вытаскиваешь. В мужском туалете там вообще до того уже дошло, что даже убрали единственный умывальник для рук, который, ну, жидкое мыло пускает. Я думаю, ну, вообще, подтверждается моя теория и практика, что к мужчинам относятся как к скотам здесь, к сожалению. А потом через какое-то время вернули, поставили опять. Вроде работает. Вот, ну, один на, на, там, туалет, ну, умывальники, только один, вот эта хрень. А в автобусе, когда едешь, это хрень, вот, которая, руки, чтобы... Она, короче, вообще не нажимается, чтобы руки проденцифицировать. И еще сегодня утром там автобусы ехали, и на них не было освещения. Должна освещаться цифра. Подсветка должна быть, но ее нету. И я пропустил один автобус. Он просто проехал мимо. Я за ним быстро так шел, думал, остановится, а он ни хрена не остановился. И второй автобус тоже без подсветки, но я кое-как разглядел номер. Повезло. Я просто в темноте плохо очень вижу. Ну, у меня за зрением серьезные проблемы. Что еще там? Ну, одежду сушил. Вымок весь с потом. Там, несмотря на то, что сегодня такая погода хорошая, как бы. Ну, из луж там приходилось много мусорок, мусоринок и больших, больших мусора, большого мусора, всякого. Выуживать. Дофига. В основном постоянно бычки, сигареты, постоянно курят, очень много курят, очень много. Повсюду. Там бесконечно-бесконечно их поднимаешь, они везде валяются. либо где куча там, где они курят обычно, много разных мест. Там просто выметаешь и в кучу, и руками поднимаю, бросаю в коробку. Ну, лужи там остались. Вокруг них дофига мусора и внутри них они постепенно тают, лужи, и мусор там остается над ней. Еще приходится ногами его пинать, чтобы из земли, из стены этой вытащить или руками доставать, вытягивать. Как же такая тяжелая работа на самом деле. Я пожалуюсь на жизнь, как как не мужчина, как не мужчина. Пожалуюсь на жизнь. Тяжелая работа. Постоянно там бесконечно-бесконечно эти дороги неровные. Бесконечно собираешь этот мусор. Особенно подбираешь одиночный мусор. Они говорят, а что, разве не легче совок собрать специальный? Нет, не легче, блин. Ну, я не так говорю, я поясняю причину просто вежливо, но потому что эти мусоринки мелкие, они разбрасываются, когда их собираешься, а крупные тоже. Поэтому их проще руками. Очень бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бесконечно-бес Постоянно говорит матерное слово, выражение, привычка у него такая, постоянно говорит, постоянно у него такая привычка говорить, ёпт, ну и дальше сами знаете, я ему на это указал сегодня, он вообще не слышит меня, как будто ничего, ну это такие душные типы, вот как в психушке, когда я лежал, Мелленберг вот этот был, орг, только он молодой, ну как относительно молодой, ну да, молодой, ну точнее зрелого возраста, тоже что-нибудь говоришь, он молчит, а когда он что-нибудь тебе говорит, то с таким каким-то подъебом или какие-то вопросы личные задает, которые неудобные, как будто бы он какой-то там начальник, ну типа паттерн поведения у него, как у начальника, фиг знает, может он начальником каким-то работает, хер знает, его даже никто не спрашивал ни о чем, он ничего не отвечает, ну очень обидчивый он, этот Мелленберг из психушки, очень обидчивый, и как девочка он пищал, это два факта о нём, как девочка он пищал единственный в мире, вообще, кого я видел, кому укольчик ставили, как и всем, и он пищал, как девочка, и попкой крутил, пиздец странный какой-то, как же ты, как же ты всё заколебала, а, и не выбраться отсюда никак, пиздец, смотришь там, есть же работы, где спокойный коллектив там, может быть есть какие-то работы, где коллектив, где нет токсичного человека, вообще ни одного, хотелось бы в таком работать, если у вас есть такие варианты, я с удовольствием буду работать у вас, хоть дворником, хоть кем, у меня есть кондитерское образование, возьмите меня, свой коллектив, если у вас нет токсичных и душных людей, ни одного, это было бы просто прекрасно, так-то мне работа нравится, в принципе, ну, то есть, как нравится, я с ней справляюсь, и причём я каждую мусоринку подбираю, каждую малейшую мусоринку даже, то есть тщательно, так щепетильно, ничего не пропускаю, всё, ну, там опять бросают, опять, опять подбираешь, ну, такая вот работа, специфика такой работы, ну, я поздоровался с этим охранником, сказал привет, он не сказал мне привет, ничего не сказал, ну, вот такие вот люди токсичные, они никогда тебе не скажут в ответ привет, там, или никогда не скажут приятного аппетита, там, даже в психушке вот этот вот полудагестанец, полуцыганин, который, с которым я лежал в психушке, даже он говорил приятного аппетита, там, приятного, и общение с ним было очень приятное, и он даже очень хороший человек оказался, хотя он там в психушку попал, потому что нос сломал мужику, ну, короче, агрессивный, ну, короче, он братцуха, типа, его, я считаю, во всём виноваты вот эти вот системы, вот это как же Кожак Фреско говорил, Зачем вообще нужна вот эта вся фигня? Если у нас полиции в России больше, чем в Китае, зачем нужно ещё отдавать детей в эти секции, где их учат отбивать бошки, там, с прогиба кидать или носы разбивать, они же это применяют не против преступников, а против... я не знаю, против слабых применяют зачастую, против ботаников каких-нибудь, там, ну, таких, как я. Это какой-то, ну, такая вот система, ничего с этим не поделаешь, и они становятся там уже более жестокими на глазах, потому что там их коллектив там тренируют, там такие вот, зачем это нужно? А это всё объясняется тем, что это готовят их просто на войну, как расходный материал. Если что, они будут готовы к войне. А война сейчас, это, не будем уже об этом. И да и раньше война была, это пиздец. Столько там вопросов и загадок. Так, а история, она, я её учил наизусть в юности. Зря сделал это. История, она лживая вся. Там бесконечно только об одном. Войны, войны, даты, войны, войны, даты. Какие были войны, убийства, там, даты. И ослепили, там, какого-то царя. Интриги, всякая хуйня. Вот это, какая-то хуйня вообще эта история. Пошла она нахуй эта история. Преподавать историю этой хуйней заниматься. Лучше просто сказать, история навранная. Система, система лживая. Нужно понять, что такое система. Вот и всё. Преподавать вот эту хуйню. А не историю. История, она ничему не учит, кроме того, что там кто-то кого-то отпиздил, кто-то кого-то зафигарил, какой-то долбоёб там порнапал на другого долбоёба. Ну, вкратце. Ну, история, правда, учит, что у нас было много... много... ну, не один век рабства под татаро-монгольским игом. Благодаря Тамерлану и его потомкам. Ледовое в обоище, там всё такое. Ну, ещё учит, что у нас было крепостное право. Вот это вот хоть что-то хорошее, которое отменилось в 1861 году. И то со скрипом. Слишком поздно отменилось. Ну, и то, что оружие было у людей тогда, у простых, а сейчас нету. Поэтому тогда было... Были такие события. Херачили этих царей и их... и прочих их... там... приближённых. Только так херачили. Только ни к чему хорошему это... Ну, не знаю. Просто выбора не было. Так они заебали народ. Там просто война была и ещё плюс болезнь. И вот сейчас как бы болезнь, да? Сейчас такое время, сейчас у нас ковид и плюс и неготовность государства к этой болезни. А Китай готов и уже справился с ней. У него всё в порядке. Они там быстро. Потому что у них советская система осталась. А именно она была готова к такому... к таким проблемам. А весь мир сейчас гниёт. Экономика гниёт во всём мире. И... Ну, короче, пиздец настаёт постепенно. И ещё если воюем там в Сирии или где... Ну, если ещё какая-то война начнётся, то это пиздец. повторение будет того, что было сто лет назад. Какая-то хуйня будет. А вот эти вот отморозов, которые рожают... А, там этот... Телевизор в этой будке там... Постоянно фильмы, где типичный сюжет, где плохой мужик, преступник хороший полицейский мужик. Он жестоко с ним расправляется, защищая женщину и её ребёнка. А отец этого женщины... Отец этого ребёнка какой-то еблан там, тупой. Ни херена не понимает жизнь, не дупляет, ничего там. И женщина ему кричит по телефону. Ты мужчина! Ты должен помочь спасти ребёнка! Он... Ну такие вот пропагандирует нам такую хуйню. Простите за мат, прости господи. Всё как обычно. Ну то есть типично полицейское государство, где фильмы про полицейских сплошные везде и или военных короче если война начнется то будет пиздец как в прошлом веке этот ежа сарматы бирмагинал и эти все просто балаболы че они даже говорить не нечего просто хуйню я какую-то хуйню слушал просто потому что нечего было больше слушать мне бьюти-блогер что ли слушать каких-то или популярных блогеров просто слушал какую-то хуйню разряжается просто слушал блять потому что потому что у меня было тревожное расстройство и но потом это прошло резко теперь я нихрена не слушаю вообще уже год как стать год прошел как я или почти год как я без ютуба без телевизора но только иногда включаю ради того чтобы посмотреть какая там насколько деградировали там показать это вам но что-то никто это не ценит поэтому я особо не буду не буду делать обзоры на фильмы или еще начнем просто включаешь телек там просто включая теректов первая сцена мужик буха буха бухают короче там все я не знаю короче я уже устал не хочу даже об этом говорить сами посмотрите что там показывают офигеете если у вас есть понимание что происходит еще сказать что-то на меня начальник вызвал подписать документ и сказал все уволен но он типа сказал это так типа что все ладно давай иди дальше работаю но как-то странно может может он реально есть пациент что он реально меня уволил там говорят что зима наступит я сам уволюсь потому что снег это охренительный рад а сейчас самое такое время когда нету снега сейчас просто подбираешь бесконечно 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 тысячу раз бесконечно этим мусоринги разного вида в основном бычки бесконечно без выходных работать потому что это лафа а когда снег войдет то это будет ад это уже все вас все короче разъезжается